Докажите, что если у нас есть два конкурентных треугольника, в каждом из которых проведена медиана, то есть если картинки примерно так устроены, вот эти стороны равны, вот эти стороны равны, эти стороны равны, и, например, проведена медиана вот здесь. Докажите, что медианы соответствующие тоже равны. Итак, если есть треугольники А, В, С и А' В' С', и известно, что они конкурентны, докажите, что медиана, проведенная из точки А и медиана, проведенная из точки А' штрих, это на самом деле один и тот же каждый день отрезать. Потому что если их отрезать А, В и А, С разбегать, тогда... Вот, ребята, все эти идеи разбегать, это на самом деле очень разумная вещь. И очень важно при изучении геометрии действительно это понимать. Вообще, между прочим, я вот сейчас для старшеклассников по воскресенье провожу кружок с названием физика и анализ. Ясно, что учить имя два тысячи анализа непременно гораздо легче, чем учить отдельно физику и отдельно два тысячи анализа. Абсолютно правда. Вот эта идея раздвинем, идея, там, не знаю, симметрично отразим, это абсолютно разумная мысль. Но бывают ситуации, когда это даже все не нужно, это даже совсем не нужно. Вот в данном случае никакие движения, никакие вот эти вот... Совсем не нужны. В данном случае вы могли сказать, посмотрите, какую вещь. Если у нас треугольные конкурентные, то правда, что вот эти углы равны? Да. Правны? Замечательно. Правда, что у вас вот этот вот отрезочек, это половина от ПЦ? Правда. Внимание, а этот что? Тоже половина. Тоже половина. Но эти-то равнялись, значит, половина что? Тоже равняется. И можем мы вот к этому, и вот к этому треугольнику применить признаков правильности. Да. по двум сторонам. И углу Б. И углу Б. Б, 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 Ч, так. Значит, по этому самому признаку или отрезке будут что? Одинаков. Одинаков. Отлично. в том же замок треугольнике. Можно было взять и провести не медиану, а бисектрису. Ребята, мне на самом деле трудно на этом чертеже рисовать, потому что здесь медиана и бисектриса достаточно близко проходят. Поэтому, разрешите, пожалуйста, я нарисую замок. Значит, какая картинка? Вам дали два конкурентных треугольника. И в каждом из них провели по бисектрисе. Ну, причем, естественно, из соответствующих вершин, да? То есть вот треугольник, такой же треугольник, и провели, разделили ему был ровно попалом. Задача. Если вот это вот у нас треугольник АВС, это конкурентный ему треугольник А'Б'С'. Итак, пишем. А, Б, С. На самом деле, иногда вот так пишут. Иногда пишут даже здесь две черточки. Почему? Кто во что угоразд, идея такая, что треугольник АВС можно движением совместить с треугольником А'Б'С'. Здесь у меня бисектриса АЛ, здесь бисектриса А'Л'. Доказать. Доказать следующую простую штуку. Что на самом деле АЛ и АЛ А'Л' штрих это одно и сложно. Совсем простая задача, такая же, как в будущем. На прямое применение одного из тех трех признаков правильности. Хорошо. Это интересные задачи сегодня будет совсем скоро. Вот эту решение и самую интересную задачу. Прекрасно понимаю, что, конечно, это немножко сложновато, потому что, собственно говоря, это и так, понимаете, просто мы наводим в каком-то смысле строгость на ваши и так существующие представления. Но совсем скоро задача будет существенно интересна. К каким треугольникам применишь признаков грамотности? Применяя признаков грамотности, как вы, во-первых, у трех, а во-вторых, к какому треугольникам надо применить первый способ по двух сторонам и углу между ними. К каким треугольникам? А, Б, Л и Смотрите, А, Б и А' Б' это равные ответственности. Это я не спорю. А, С и А' С тоже равные ответственности. А почему вы думаете, что Б и Б' равные, я совершенно не понял. Потому что... Это верно, это надо доказать. Потому что мы... Непонятно. Надо всегда видеть, каким треугольником это применять. Насколько вы узнаете, один угол из зайца, второй угол из зайца и второй угол из зайца, где он пересекается? Ну, я здесь не понимаю. Если вы узнаете, какой или вот эта сторона, какой или вот эта сторона, осталось просто провести к ней какого-то отходу, чтобы эта сторона соединялась к себе. Треугольник у нас известен, это правда. Вопрос, почему в нем биссектриса при этом известна? Если мы знаем, что А, В, С при наложении на А, В, С, ну они совпадают? То есть, выходите, показывайте. А, В, С, в наложении на А, В, С шрифт, все совпадают? Значит, все стороны, все группы тоже вас совпадают. А, значит, что вот... Потому что когда проведем биссектрис, то же все совпадет. Да. Ребята, это хорошая идея. Василий, 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 это хорошая идея, и это в точности то, что, конечно, должно быть у вас обязательно в голове, когда вы снимаете геометик. Вы должны себе представлять вот такую вещь, что вы действительно, представьте себе, берете ножницы, вырезаете вот прямо из бумаги такой треугольник, после этого как-то его, не знаю, там, тащите, делаете, и кладете его сюда. А, да, господа, это то, чего практически нет в книжке и в книге. Здесь вот, видите, книжечка, которая началась... Я не знаю, что я не могу сказать, да? Начало и в книге. Вот он запрещал себе вот эти вот слова о движениях, перемещениях, о том, что мы возьмем в одном месте и перетащим. И наоборот. Сейчас, конечно, при изложении геометрии, что называется, это является наиболее естественной вещью. И, то есть, собственно, я уверен, что и Фрид это понимал. Действительно, берем вот треугольник и перетаскиваем. Почему же он себе сам запретил в книжке? Почему у нас... Почему это не страшно? А вот почему. Потому что, если уж вы говорите слова «перенесем», «передвинем», то, опять-таки, это надо как-то суметь точно сформулировать при помощи Аксиона. Ивбин, как будто бы, побоялся писать аксиомы на перемещениях. Он побоялся этих слов, а вернее, ему слова об этих самых перемещениях заменяли... Вместо перемещения он использовал вот это. Если вы хорошо знаете три признака, например, треугольник, то вам не нужны никакие перетаскивания. То есть, повторяю вопрос. Забудьте слово «движение». То есть, не на ситуацию, а на время решения этой задачи. Вот мы сейчас тренируемся... Четко... Как там пришел в спортивный зал, да, вот тебе там дают, я не знаю, гирю, и говорят «поднями». Не волнуйте, что там говорится. Нужно взять, подойти, поднять, и все, все будут счастливы. Вот здесь то же самое. У вас есть три признака. Выберите тот, которым, очевидно, здесь можно воспользоваться, и все будет хорошо. Да. Какие из этих трех признаков вы сейчас используете? Вы? По стороне этого угла. По стороне этого угла. Вы выйдите, покажите, по какой стороне, и покажите его у нас здесь. По какой стороне? По этой стороне. Что? По какой стороне? Не то, садись. Не то. По двум сторонам и по другому углу. По каким двух сторонам? По сторонам АВ и сторонам АЛ. Стоп. Но мы должны доказать, что АЛ равно Аж, не хочу. Мы это сейчас не знаем еще. По стороне и двумя. По первой стороне, да? Так мы же не знаем, что она равна. Садись. Можно использовать только данную информацию. Ребята, никогда в процессе доказательства нельзя использовать доказываемое утверждение. Потому что иначе вы можете надоказывать, почему он плохой. Почему этот человек плохой? Ну как, все же знают, что он плохой? Ой, действительно, он же ужасный. А почему он ужасный? Ну как, вы же мне сказали, что он плохой, значит он ужасный. Все? Все? Все, да? Остановили, выписали. Все, плохой человек. Ну как, они все говорят, что он плохой. Мы же сейчас с вами говорим, что он плохой. Все. Показали. Повторяю вот задачу. Дам треугольник АВСК. И где-то в другом месте нарисован конкурентный ему треугольник А'ВСК. Два треугольника. Не обязательно вот так рядом. Может быть там по-разному обработать нарисован. Проведена бисектриса из угла А и соответственно из угла А'ВСК. Получился какой-то отрезок. В одном случае А'ВСК, в другом случае А'ВСК. Задача. Докажите равенство А'ВСК и А'ВСК. Ничем кроме признаков тех трех признаков конкурентности пользоваться нельзя. Хорошо? По одному сторонам и одному углу. Угол В и сторона А'В и ВЛ. А почему ВЛ равняется В'Ль? Мы это не знаем. Почему ВЛ равняется В'Ль? Это тоже надо доказать. Я уже объяснил, что не по первому. Давайте, с вероятностью одна вторая угадывайте. Да. По второму. Сторона А'В и угол А и ВЛ. Сторона А'В, а вот угол не А. А, а какой угол? Какие треугольники? Вы выйдете на степку? Напиши, какие треугольники? Компроектность каких треугольников вам не надо? Молодец. Треугольник А, ВЛ и А'В' Н. Будете на все эти спецрисовать. По треугольнику. Теперь пишем, давайте здесь сколько? Пишите. АВ равно А'В'. Это все понимают? Это по условию задачи. АВ равно А'В'. Отлично. Дальше. Угол В равен углу В штрих. Прямо так пишу. Угол не угол дамичный. Угол И не так. А угол В. Это, конечно, чисто обесточение. Но это надо привыкнуть вот так. Угол В равен углу В штрих. Понятно? Замечательно. А теперь вопрос. Какой угол примыкает к стороне АВ? В соштрихованном треугольнике. Это что такое? Половина угла А. Вот так пишем. Половина угла А равна чему? Половина угла А'В'. Если угол А равен углу А'В', то и половинка тоже равна половинке. А это признак какой? По стороне угла А. Все? Все. Значит, эти три руководства неправильные. Значит, АВ равняется А'В', значит, ВВ равняется В'В'. И значит, кстати, вот этот вот угол что? Правильный. Правильный. Все, спасибо. Отлично. Спасибо. Спасибо.